Белый дом назвал новое расследование демократов против Трампа позорным. Белый дом назвал новое расследование демократов против Трампа позорным. 5.59 AP Photo Андрю Харник США Дональд Трамп в Белом Доме AP Photo Андрю Харник Президент США Дональд Трамп в Белом Доме Архивное фото Вашингтон 5. Марью Новости Белый дом назвал новое расследование демократов в Конгрессе США против американского президента Дональда Трампа позорным и оскорбительным, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. «Демократы в Конгрессе расширяют расследование против президента США Дональда Трампа и хотят опросить более 60 официальных лиц», заявил ранее председатель Комитета Палаты представителей по судебным делам Джеральд Надлер. Он напомнил, что Трамп больше тысячи раз называл расследование независимого прокурора Роберта Мюллера «Охотая на ведьм», уволил директора ФБР Джеймса Коми и пытался защитить бывшего советника по национальной безопасности Майкла Фленна. Все это Надлер считает препятствованием правосудию. 14 февраля, 8 часов. В США потеряли кровавый контракт с Путиным, но упорно ищут. По словам Сандерс, Надлер открыл позорное и оскорбительное расследование. Она отметила, что это является проявлением того, что демократы ужасно напуганы тем, что их двухлетняя лживая история о сговоре с Россией разрушается. Сандерс сообщила, что демократы преследуют Трампа, чтобы отвлечь внимание от их повестки сделать Америку социалистической страной, убийство детей после их рождения и продвижения новой зеленой сделки, которая разрушит рабочие места и обанкротит Америку. Говоря об убийстве детей, Сандерс имела в виду тот факт, что ранее демократы заблокировали голосование в Сенате США относительно закона о жизнеспособных жертвах абортов. Президент Дональд Трамп выразил возмущение и заявил, что демократы поддерживают казнь младенцев. Американский президент на выходных раскритиковал планы демократов расширить расследования против него, назвав их больными людьми. По его словам, недопустимо называть вмешательством в правосудие действия, на которые президент имеет полное право, такие как увольнение директора ФБР. Мюллер расследует предположения о российском вмешательстве в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. 6 февраля, 16.56. Трамп Трамп и Рознь. Президент США явил букварь американской жизни шестиклассник, затравленный сверстниками за схожесть его фамилии с президентской, стал гостем Трампа на его ежегодном послании. Заснул, естественно. А его родители все думают о смене фамилии. Только не знают своей или президентской. Субтитры создавал DimaTorzok